Маленькая Полина даже не подозревает, что через несколько минут окажется в сказке. Девочка вглядывается в море, над водой появляется разноцветный хвост. Сначала ребенку кажется, что она видит большую рыбу. Каково же удивление Полины, когда она понимает, что к ней плывет настоящая русалочка. А какой твой любимый сказочный персонаж? Арель. Почему? Потому что она русалка. Полине только 5 лет, и она верит, что девушки с хвостами вместо ног существуют на самом деле. Поэтому мама ребенка решила устроить дочке сюрприз. Потому что у меня ребенок очень любит русалок. Она у меня очень часто спрашивала, настоящие ли русалки, верю ли я в русалок. Я ей всегда говорила, что верю, потому что я знакома с Анастасией. И в какой-то момент я просто попросила ее, чтобы она сделала такой сюрприз для моего ребенка. Разыграть перед ребенком сказочную историю русалку Анастасию попросили впервые. Обычно девушка плавает в хвосте просто для развлечения и фотосессий. Идея о перевоплощении пришла еще 6 лет назад. Мой фотограф предложил мне примерить моноласту. Мне понравилось в ней плавать. После этого я решила обшивать моноласту тканью и плавать русалкой. Настя говорит, что быть русалочкой она грезила в детстве и никак не ожидала, что мечта сбудется после 20 лет. В коллекции девушки сейчас 3 хвостика. Два тканевых, которые она шила сама, и один силиконовый. Его русалочка заказала из Москвы. Хвостик русалочки только с виду кажется маленьким и хрупким. На деле он весит 13 килограммов. И чтобы его поднять, наверняка нужен очень сильный пресс. Русалка словно ящерка скинула хвостик и перевоплотилась в человека. Анастасии даже не пришлось отдавать голос колдунье за возможность заменить рыбий низ на человеческие ноги. Это выходные девушка, как правило, старается провести в воде. Будни у нее такие же, как у многих людей – рабочие. В обычной жизни я, как и все другие девушки, работаю. Работаю оптометристом, коррекция зрения оптическими средами. Иными словами, выписываю рецепты на очки и контактные линзы. Немного несовместимо работа и хобби. Пока во Владивостоке, да и на Дальнем Востоке в целом, только одна русалочка. Последователей у Анастасии пока нет. Поэтому на нас, жителях морского города, лежит большая ответственность – перечь местную сказку. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.